Письмо студента домой. Здравствуйте, дорогие папа и мама. Сейчас уже два часа ночи, а я сижу в общежитии по двери в свою комнату и пишу вам письмо, потому что в комнату меня не пускают. Говорят, сегодня не моя очередь ночевать. Глаза слепаются, но заснуть не могу, потому что сижу на стуле с одной ножкой. Других у нас в общежитии нет. А потому, чтобы не заснуть, пишу вам письмо. Дорогие мои, любимые родители, очень по вам соскучился. Пришлите, пожалуйста, денег. Ведь вашего последнего письма, которым вы выслали мне 45 рублей, я не получал. Поэтому вот уже несколько дней, как я ничего не ем. Хотел устроиться в профилакторий. Говорят, там хорошо, питание трехразовое. Понедельник, среда, пятница. Так что хорошо бы еще тридцаточку накинуть, потому что от повышенной стипендии я отказался, а простую мне никто не платит. И утолять жажду знаний теперь мне не на что. Ну вот, а остальное все хорошо. Правда, недавно мои друзья по этажу меня в свою общину приняли. Это значит, что все, что до этого моим было, то теперь общим стало. И брюки кремплиновые, которые дядя Гоша из Монголии с вареньем тутовым прислал тоже. Они как вступительный взнос пошли. В них теперь все жениться ходят. А мне за место них друзья по общине очки подарили. Итальянские, дымчатые, без стекол. Предупреждаю, отец, свои галифе мне больше не высылай. Уж больно они у тебя общинные. Вся община в них умещается. Разом. Вышли деньгами. Ста двадцати, ста пятидесяти на брюки должно хватить. Ну вот, а так все отлично. Правда, недавно за неуспеваемость меня отчислили из института. И теперь требуют, чтобы я вернул все стипендии, которые получил, пока учился. Двести семьдесят рублей, шестьдесят копеек. Шестьдесят копеек можете не высылать. Их я отдам сам. Я же понимаю, что вам тоже нелегко. Дорогие мои, любимые родители, пишите чаще, как вы, как бабушка. Здорова ли она? Получает ли все так же регулярно пенсию? Если да, то почему давно не пишет? Словом, помните, у вас есть сын, который никогда о вас не забывает. Если вам будет трудно, то высылайте, он поможет. На этом заканчиваю. С нетерпением жду вашего ответа. Ваш кормилец Сереженька. ПС, лучше, если ответ вы переведете телеграфом. Знаете, когда приходит весна, вы замечали или нет, в журналах, в газетах появляются так называемые заметки фенолога. Я очень люблю их читать, потому что они написаны в такой интонации, мол, чу, весна пришла. Вот, все время фенологи умиляются любому явлению, мол, ой, грачи что-то наделали с дерева. Вот, а мне подумалось вот о чем. Если попадется, ну, когда-нибудь, помечтаем, честный фенолог, как он напишет заметки честного фенолога? Чу, пришла, наконец, и в наш приморский городок весна. Ласково пригрело радиоактивное солнышко. Почки на деревьях набухли стриптококками. И весело поплыли по небу серо-бурмалиновые облачка. Это начались весенние выбросы головного производства, производства по производству отходов производства. Чу, после ледохода поднялась в реке тяжелая вода. Из теплых краев вернулись на родину умирать птицы. Вот кукушка сама себе задала вопрос, сколько и жить осталось. Но не успела кукукнуть и выпала из гнезда. Набрав полную грудь свежего лесного угарного газа. Соловей выявил свою лебедину песню и гикнулся вслед за кукушкой. От этого весеннего гомона влюбленный крот попытался поглубже зарыться в землю, но наткнулся на кабель высокого напряжения. На рынках, на прилавках появились свежие нитраты. Чу, послышались первые далекие раскаты грома. Это где-то взорвалась комсомольская ударная стройка. А в морской воде в лучах весеннего солнца весело заиграли кишечные палочки. И бурно понеслись в море ручьи городской канализации, быстро нагревая море к долгожданному купальному сезону. Знаете, я первый раз в жизни выступаю в дыму. Поэтому еще немного я сам себя кукушкой почувствую. По-моему, в охране нуждается не только природа сейчас, но и наш родной русский язык. Такой небольшой монолог на эту тему. Товарищи, товарищи, несмотря на ответственное выступление, буду сказать без бумажки. Да, всем вам урок грамотной речи даду. Да, даду, даду. А то в последнее время очень сильно усилился ее падеж, понимаете ли. И согласно новому постановлению, нужен срочно обратно ее внедрешь, товарищи. Товарищи, не можно больше терпеть, сколько много товарищей не умеют еще грамотно употребить нуженных падежов. Наш главный инженер все время говорит ширше, это безобразие. Второй, как правильно, все знают ширея. А наш директор был сказавши с четырьмя космонавтами на борту. Это же уму нерастяжимо, товарищи. В наш век говорить с четырьмя, когда давно уже с пятермыми. А ведь передовик по лицу, видать, не раз доской почета отмечался. А все от бескультурьев. Мало мы еще с вами книг, товарищи, понимаете. Третьяковских галантерей тоже пока мало. Мало, мало. Большее надо, дальше и глубже. Вот где собака порылась. Я, например, вчера уже был смотреть по телевизору оперу известного римского композитора Корсакова. Окультуриваться надо, товарищи, немедленно, чтобы язык у всех был рамотно повешен уже к концу квартала. А потому немедленно будем проводить субботник культурного выражевания. Массовый культзабег будем проводить от библиотики товарищу Менделееву, знаете, основоположнику периодической таблицы алиментов. Это все знают. Да, до памятника товарищу Кутузову, который в 812-м ходе разгромил, понимаете ли, француза во главе Красной армии в Филевском парке. Словом, товарищи, я прямо скажу, век восстановления разрухи, век ядреной энергетики, мы не позволим кому не попадя безобразничать родную речь. У нас своя голова за плечами, товарищи. Поэтому мы всегда будем с вами жить, закусив рукавами. И недостатки нашего родного языка никогда не достигнут своего апупея и апопиоза. Благодарю за внимание. Весна разгулялась, брызнула радостью солнца. Сошли с гор ледники, обнажив грозные, исписанные туристами вершины. В лесах застучали дятла, на бульварах любители домино. В городах зажурчали ручьи по мостовым и тротуарам. Веселей понеслись автомашины. Дальше стали отпрыгивать от них прохожие. Длиннее стали очереди в химчистку. Во дворах от сугробов оттаяли машины частников. У некоторых вместе с сугробами растаяли и сами машины. На дверях подъездов появились объявления, что к первому июня дадут горячую воду. Дедушки вовсю решают задачи, пишут сочинения, волнуются, перейдут ли они в следующий класс. А вот бабушкам не до учебы. За долгие зимние вечера они связались и красивые гетро, и теперь занялись аэробикой. А в магазинах, на прилавках, в неограниченном количестве появились теплые перчатки, шерстяные носки и мужские зимние андаторовые шапки из искусственного кролика. Достойно подготовились встречи весны наши модельеры. В этом сезоне они предложили женщинам эффектное стеганное пальто из одеяло с пододеяльником. А мужчинам универсальные плащи, которые в дождливую погоду в лесу, могут стать палаткой, а в солнечном на море парусом для уиндсерфа. Весна. Девушки надели легкие платья, мужчины тут же подтянули животы. В предвкушении скорого пляжа женщины все дни сидят на диете с перерывом на обед, завтрак и ужин. И только на ночь разрешают себе поесть как следует. Весна. Мужчины поняли, что если они ничего не понимают в женщинах, значит они в них уже разобрались. Весна. Потянулись с юга перелетные птицы. Одни прилетели к нам с цветами, другие с фрукты. Некоторые садоводы тут же поставили на свои огороды пугало, некоторые наоборот считают, раз они сами целый день на огороде, им пугало не понадобится. С приближением летнего сезона все мучительно думают, какие им брать билеты, на поезд или на самолет, а главное, как их достать. Если за 11 дней их не продает еще ни одна касса, за 10 дней все билеты уже проданы. Весна. Телефонные станции перегружены. Алло, Настю, можно попросить телефонную? Ее нет, она вышла. А куда не скажете, замуж. Будьте любезны, когда вернется, пускай перезвонит Миша. Весна. На праздничных столах у всех стоят цветы и первые овощи. Есть приметы, если весной с первыми овощами загадать желание, оно непременно сбудется. Конечно, у каждого из нас свое сокровенное желание. Не все-таки, чтобы дедушки перешли в следующий класс, чтобы бабушки не переусердствовали с аэробикой, чтобы отопление согревало нас не только летом, а главное, чтобы все наши желания не просто исполнились, а чтобы мы сами заставили их исполниться своим трудом и своей настойчивостью, не обращая внимания ни на какие приметы и суеверия. Если мы хотим обновить нашу жизнь, главное, это не экономика, нет. Нет. Главное, это навсегда покончить с нашим коммунистическим прошлым. Месяц октябрь надо переименовать. Правильно, в август. Неважно, пускай два августа будет, разберемся. Один август будем писать с большой буквы. Детей впредь, соответственно, называть не октябрята, а августята. Также переименовать всех Феликсов и Владимиров Ильичей. Девочек в августин, мальчиков Борис Николаевич. Артистам Ульянову Кричкову немедленно поменять фамилию. Ничего страшного, привыкнем. Привыкли же мы к словосочетанию Санкт-Петербургский горисполком. К ним, когда на самолете летишь, тебе прямо торжественно говорят, вас приветствует ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, аэрофлот города Санкт-Петербург. А вот о переименовании улиц должен заметить следующее. Они нам очень дорого обходятся. Мало ли какие еще путчи будут. Надо сразу улицы называть на века. Скажем, улица имени последнего победителя. Памятники сносить тоже дорогое удовольствие. Предлагаю их переименовывать. Да, дешевле обойдется. Загримировал Ленина, написал Менделеев. А еще лучше сразу делать памятники со скручивающимися головками и съемными кепками. Фигуры у них все равно одинаковые и одеты из одного распределителя, а шею под гаечный ключ. Путь произошел за ночь, шлеп-шлеп-шлеп, все с новыми головками стоят. И рука на винте, хоп, в другую сторону показывает. Как хорошо будет. Алкоголик с вечера принял под свернулом, проснулся, подговорил им по полу. Еще о реформах. Усиливается пропаганда религии властями. Хорошо, но надо дальше идти. Надо у каждого госполкома сразу строить свою церковь. Чтоб грехи могли замаливать демократы, не отходя от работы. И сдал указ, побежал молиться. Пионерскую организацию надо сохранить. Надо это сохранить. Но принимать пионеры надо в церкви. Только клятву подредактировать. В борьбе за дело отца и сына и святого духа. Будь готов. Аминь. Памятники Ленина можно продать ГАИ. Их можно на дорогах использовать как поворотный указатель. Вот так вам направо, вам налево. Вы верной дорогой едете, товарищ. А самого Ленина надо отвезти в Финляндию. Он всегда там скрывался, когда на него гонения начинались. Его в шалаш. Еще доброе начинание есть. Например, на Дону образовано Донское казачество. Хорошо. И даже почетным казакам в него недавно приняли Николая Рыжкова. Да, большой казак у нас на двери. Николай Рыжков. Просто смотришь на него, вылитый Саул. Но надо дальше идти. Надо всем теперешним руководителям сразу дворянские титулы давать. Князь Собчак. Вот красиво, правильно? И светские новости печатают. Князь Собчак и маркиз Назарбаев. Выкушав по чашечке какаво, отправились в балет в окружении графьев и фройлин из обл. исполкома. Вообще в обновленной стране должен быть в первую очередь обновлен язык. Больше надо употреблять красивых западных слов. Президент, парламент, консолидация, ассоциация. Неважно, что непонятно, но красиво. Ассоциация. Неважно, что жульё одно. Ассоциация. Ассоциация жулья. Во главе со своим президентом. Приватизация. Какое слово красивое. Как можно красиво строить фразу? Давайте скинемся на Сибирых, приватизируем бутылку водки и заедим либерализированными огурцами. Милицию везде переименовать. Полицию. Неважно, что у него в кобуре огурятся, а не пистолет. Полицейский. Неважно, что живот, как рюкзак альпиниста. Рубашка на пупке не сходится. Между двумя пуговцами пупок торчит на звездок похожий. Полицейский. Мэры должны быть. Никаких попалов кого-то там. Никаких председателей госполкомов. Мэр города Талды Курган. Ну, правда, красивая жизнь начнётся? Неважно, что весь город в колдобинах. Вон мэр подскакал по колдобину. Вон, смотри, скачет. Вон, губернатор догоняет его с префектом на Запорожце. Вы смеётесь, и уже прецедент есть. Губернатор штата Нью-Джерси сейчас в отставку подал. Когда узнал, что к нему в гости собираются мэр Сидорчук и шериф Анискин. Магазины везде надо писать по-западному. Что такое магазин? Коротко и красиво должно быть. Шопы. Красиво, ничего нет, как в шопе. Кстати, на днях будет издан указ президента о первом официальном переименовании. Переименовывается в Оська. В нихренасть-ку. Так что впереди у нас вот такая новая жизнь. Мэры, префекты и одна большая на всех нихренасть-ка. Все говорят, что с нашей сферой обслуживания неприятно иметь дело. А я вам так скажу. Надо просто знать, как с ними обращаться. Надо против них бороться тем, чего у них нет. Умом. Вот мне нагрубила месяцев шесть назад киоскерша. Такая, ну, типичная киоскерша, занимающая весь объем киоска. Лоб, два пальца шириной, остальное челюсть. То есть, лоб, челюсть, киоск. Я бы раньше разозлился, раскричался. Думаю, зачем? Ну, у нее все равно нервы, как канаты. Я только свои испорчу. Ну, я на нее ласково посмотрел, говорю, улыбнулся, говорю, с таким характером могла бы быть и покрасивее. Она так задумалась. Она же не понимает, что я ей сказал. Она же хочет понять, комплименты-то или нет. У нее аж слышно шестеренки там. Тук-тук-тук-тук-тук. А провернуться не могут. Процесс непривычен думать. Она человек пять вежливо отпустила, пока думала, что я ей сказал. Шестому врезала. За всю породу. Я понял, надо уметь их озадачивать. Тогда удовольствие можно получить. Вот попробуйте, например, прийти и сказать, будьте настолько любезны, если вам не трудно, разменяйте, пожалуйста, две копейки, спасибо. Она вас ненавидит за интеллигентную речь. У нее такой хромосомный набор. Она сама одна большая сплошная хромосома. Поэтому тут же ответит вам, пошел вон, я двушек не рожаю. Ну, это максимум, на что хватит ее соображалки. А вы попробуйте озадачить. Вот у вас есть наиболее какие-то яркие места, в которых вам грубят? Подойдите завтра же, советую. Подойдите. Только знаете что? Надо смотреть прямо в глаза. Тогда удовольствие получите. Вот прямо в глаза. У вас справочник агрессора есть? И пока она думает, есть он у нее или нет, усугубите. А юного агрессора? И пока она смотрит на вас крабьими глазами, забирайте, что надо, и уходите. Можно спросить телефонную книгу РСФСР. Глаза до коленок выпадают. И усугубить. А на узбекском языке? А с картинками? А недавно я на юге у одной спросил, у вас спички свежие? Она говорит, я не пробовала. Я говорю, ну вы попробуйте. Она вообще киоск закрыла. Видимо пробовать начала. Но самое сильное средство поинтересоваться, нет ли чернил для восьмого класса. Я в Днепропетровске у одной спросил, она говорит, пока нет. Я говорю, ну завезут? Она говорит, заходите. На рынках тоже, зачем мы нервничаем? Ну издеваются они над нами своими ценами. Почему нам над ними не поиздеваться? Я обожаю в период весенних наглых цен прийти на рынок, подойти к тем, кто и бастует, и торгует. Только прямо в глаза глядя. Подходите, спрашиваете, почем помидоры? Он говорит, 10 рублей. Я говорю, за 20 отдашь? Он один, 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 один. Я говорю, раз ты думаешь, я вон к тому пойду, тот за 35 уступит. И у этого настроение на всю жизнь испорчено. А у вас хорошее, потому что нет больше радости для нашего человека, чем испортить настроение другому. Удивительно оказался наш народ способным к бизнесу. Шутка ли страна, которая ничего не производит, занимает первое место в мире по количеству бирж? Это вторая величайшая наглость нашего народа после Октябрьской революции. Скажите, ваше акционерное общество торгует с Западом. Что же Запад у нас покупает? То, что мы производим лучше, чем они. Металлическую стружку, древесные опилки, стеклянные осколки, ветошь, мусор, наконец. Такой прыти и находчивости от русских людей никто в мире не ожидал. Не разрешают продавать на Запад алюминий, как сырье, догадались продавать солдатские алюминиевые ложки. А раз еще запрет на вывоз леса, упаковывают каждую ложечку в деревянный ящичек размером с гробик. Не хватает бутылок для пива, додумались наливать пиво в полиэтиленовые пакеты. Двойная польза. Раньше напьются мужики пивка и друг другу бутылками голову прошибают. Теперь пару пакетиков выпьют, найдут их, похлопают друг другу полку и мерно разойдут. Девушки ведь теперь мечтают выйти замуж только за брокеров. Недавно биржу показывали, Ивановскую. Ведущий спрашивает молодого человека, вы кто? Он говорит, я брокер. Ведущий говорит, понятно, работайте на бирже. Вообще непонятно, кто начал разговоры о вырождении нашего народа. Лет 10 назад по телевизору какой-то начальник МВД, по-моему, очень правильно сказал. Неправда, что в России талантов нет. Есть много, но они все сидят. Потом даже мужика показали, он в тюрьме изобрел, как деньги печатать. 7 лет пока сидел, не могли у него аппарат найти. Уже выходил, когда спросили. Оказалось, он его в двери камеры смастерил. Открыл дверь, из косяка червонц выпал. Да, закрыл четвертак, хлопнул со злостью, стольник выскочил. Это же гений. Все признали, поздравили, еще пять лет добавили. Правильно, чтобы еще изобрел что-то. В этом и суть всплеска нашего бизнеса. Таланты хлынули из тюрем куда? В верховные структуры и в бизнес. Кто сидел 10 лет, тот президент. Кто 5, тот виза президент. Больше, чем из тюрем, в бизнес пришло народу только из горкомов, обкомов и из ЦК. Так что кто у нас теперь коммерсанты? ЦК и ЗК. А иностранцы понять не могут. Откуда у русских всего за 2-3 года появились деловые люди в нечищенных туфлях и в галстуках, похожих на рваное собачье ухо? Причем с партийным лицом, точь-в-точь с плаката. Ты записался водителем троллейбуса? При этом любой без всякого компьютера в уме может секунд за 8 высчитать, какая у него будет чистая прибыль, если он продаст в Китай две боржи с калошами в обмен на кирпичную линию, которую установили в купленном колхозе на суду, взятую в банке за взятку в размере проданного в Голландию лучшего полотна бывшего обкома в духе соцреализма размером 40 метров на 60 километров под названием буденную у постели больного Горького со своей конницей. Вот и вся загадка восьмого чуда света. Кто-то шьет кепки, которые носил Ленин, кто-то научил расписываться в ведомостях своего кота Мурдика, одно совместное предприятие умудрилось недавно продать в Панаму наше теплое одеяло. Причем сами панамцы до сих пор не могут понять, зачем им понадобились наши теплые одеяла, если у них даже курицы ночью и то несутся вкрутую. Кто-то торгует полотнами Тициана, клянется, что все это подлинники, поскольку все покупал у Тициана сам. Ребята еще из одного совместного предприятия схитрились скупить шкурки Соболя у аборигенов Севера за лотерейные билеты. Сказали им, что это новые российские деньги. Еще кто-то организовал совместное производство духов СССР Франции. Духи французские, бутылочка наша из-под кефира. В Москве троллейбусы разрисованы рекламами туристических поездов в Грецию за 2 тысячи долларов. Как будто те, кто ездят в троллейбусе, могут поехать в Грецию за 2 тысячи долларов. Они, если могут поехать в Грецию, только на этом троллейбусе. Скажите, вы председатель акционерного общества, вы считаете, сегодняшний бизнес приносит пользу нашим простым людям? Конечно, огромную. Недавно мы обменяли нашу подводную лодку в Зимбабве на 150 одноразовых шприцов. Два шприца даже попали в колхоз, где я родился. Колхозники нам очень за них благодарны. Говорят, что они все пользуются ими уже второй год. Хотя в Зимбабве до нас пользовались всего 3 месяца. Однако самое великое завоевание нашего бизнеса это реклама. Если вы положите деньги в наш банк, у вас будет только одна проблема. Как их получить обратно? И немцев перенес наш народ, и поляков, и татар переболел коммунистами. Осталось самое тяжкое испытание – родной бизнес. Если и после него останется нам самим хоть немного пеньков, стружки, опилков и ветоши, то смело можно будет сказать, как же ты богата, нищая Россия. Уважаемые гости Москвы, мы начинаем нашу экскурсию по историческим местам. Вы увидите все достопримечательности, новые архитектурные ансамбли, галереи, супермаркеты, бутики, а также мечту всех приезжих – свежие могилы знаменитостей. Мы проедем с вами от Красной площади до Ленинских гор. Правильно, девушка, на Ленинских горах когда-то был Московский университет, да. Но сейчас МГУ сдает свое здание ГУМу, причем сдает вместе со всеми своими регалиями, поэтому теперь это ордена Ленина ГУМ имени Ломоносова. Что, дедуля? Нет, дедуля? Нет. Бородинскую панораму вы не увидите, ее больше нет, устарело. На ее месте новая супердиорама разборки Люберецкой и Балашитинской группировки. А сейчас мы находимся с вами в сердце нашей Родины на Красной площади. Вы видите собор Василия Блаженного. К сожалению, тоже не попадаем. В нем ночное казино у Васи. Вы видите при входе историческую скульптурную группу Минины Пожарский, играющей в очко. Нет, женщина, женщина, нет, рядом с Кремлем не Макдональдс. Нет, это Мавзолей Ленина. Но он тоже закрыт. Недавно он разыгрывался на аукционе и был приватизирован. Зато теперь за большие деньги обновленный экспонат вывозится на дом, а безналичный расчет на забастовки, стачки, демонстрации и презентации. Нет, женщина, он был приватизирован не самим ответственным квартиросъемщиком, а страховой фирмой Фиаско. Я вас слушаю, девушка. В какой театр пойти вечером? Вообще больше всего, конечно же, туристы любят большой, потому что в его фойе теперь работает музей восковых фигур. И любой, кто захочет, может в антракте пожать руку Клинтону или сфотографироваться в постели с Мадонны. Кто хочет, может наоборот, пожать руку Мадонне и сфотографироваться с кем захочет. Господа, господа, не отвлекайтесь, господа, полюбуйтесь, мы перед современным шедевром, памятником императору Петру Первому. Что, говорите, не похож? А на кого похож? На кису Воробьянного, которую Остап обвел белым на полу. Не надо так шутить. Автор, скульптор, очень уважаемый среди своих друзей человек. Уже немало шедевров в Москве на его совести. Просто поначалу скульптор лепил монумент Колумба для американцев. Но американцы, увидав такого Колумба, испугались и сказали, что с таким лицом надо не открывать Америку, а закрывать ее. И вернули его автору. Так что памятник Петру уникален тем, что он сборный. Голова от Петра, тулович от Колумба, а ноги от первого варианта коня Жукова. А сейчас обратите внимание вон на тот дворик, господа, вон на тот дворик. Видите в нем памятник Николаю Васильевичу Гоголю? Очень известное теперь в Москве место, потому что недавно в этом дворике был застрелен известный авторитет Пончик. Видите цветы у ног Николая Васильевича? Так вот, это теперь каждый день кладут свежие цветы Гоголю для Пончика. Нет, молодой человек, самого Пончика могилу мы не увидим. Он похоронен не здесь, а на Ваганьковском, рядом с Есениным, Высоцким, Боцманом и Чайником. На Ваганьковское нет, мы не поедем. Оно закрыто пока. Там сдается новый мемориал могилы неизвестного банкира с вечным огнем. Спонсор вечного огня Газпром. А сейчас, внимание, господа, мы выезжаем на Тверскую. Тверская – это центральная панель, извините, улица нашего города. Основная достопримечательность Тверской – это… Кто сказал «путанки»? Мальчик, ты откуда такие нехорошие слова знаешь? Что? Хрюша Степашев детский рассказывал, как он в Москву съездил? И что теперь с Хрюшей? Пятачок лечит. Господа, не отвлекайтесь, мы на знаменитой площади Пушкина. А чем сам Пушкин знаменит? Правильно, мужчина, тем, что возле его памятника теперь на митинге собираются коммунисты. Нет, мужчина, сам Пушкин коммунистом не был. Но он явно сочувствовал им. Вы же помните его строчки об Октябрьской революции? Октябрь уж наступил, так выпьем, няня, где же кружка? Что, девушка, в какую галерею пойти завтра? В Третьяковскую. Ее недавно турки обновили, освежили, покрасили. Да, вместе с картинами. Зато вы получите настоящее удовольствие от созерцания таких шедевров, как Аркадий Гайдар убивает своего внука. Там же запорожцы заполняют налоговую декларацию. Не пройдите мимо картины Второе пришествие Виктора Степановича. И, наконец, шедевр шедевров три новых русских богатыря Борис Николаевич, Борис Ефимович и Борис Абрамович. Ну вот и все. На этом наша экскурсия заканчивается. А высаживаю вас, господа, на Манежной площади. Внизу эксклюзивные магазины. Их достопримечательность это их цены. Именно сюда однажды пришел посетитель и спросил, это цены или номера телефонов. На этом я прощаюсь с вами. Добро пожаловать в Москву. Подписывайтесь на мой канал. Вместе. Вместе мы сила. Вместе. Вместе.